8 апреля 1942 года началось наступление 8-й армии Ленинградского фронта на укрепленное немцами село Виняголова. Тогда всем казалось, что на этот раз наступающие прорвутся к городу Тосно совместно с левым соседом 54-й армии, выйдут к Октябрьской железной дороге по всему фронту, сомкнутся там с частями 2-й ударной армии, а затем, раздавив в образовавшемся котле всю волховскую немецкую группировку, двинуться единым фронтом на освобождение Ленинграда от надоевшей всем блокады. Но это потом, а пока… Ближайшая задача на сегодня и завтра – пересечь реку Мугу, занять все господствующие высотки и закрепиться в селе. Только бы не подвела погода, которая в тот день не смогла бы придумать ничего более неприятного. С утра светило яркое солнце, снег на болотных прогалинах и в лесу начал активно таять. Бревенчатые дороги кое-где встали дыбом, а по широким полянам открылись болотные трясины. Посиневший на них снег за каких-то полтора часа превратился в предательские заманчивые озера. Проваливаясь в рыхлом снегу, где-то погружаясь в талую воду по колено, а местами по пояс, стреляя, бросая гранаты, бойцы, политработники и командиры двинулись в атаку. Там, где нужно было ползти, погружались в холодную кашу из воды и снега с головой. В таких условиях началось наступление. Танк Николая Барышева пошел вперед вместе с двумя ротами 3-го батальона горно-стрелковой бригады. Танковый взвод состоял из трех одинаковых трофейных танков Т-3, но все они были без раций и связи между собой и командованием не имели. Поэтому, когда два танка исчезли из поля зрения Николая Барышева, он, выполняя задачу, остался один. Выбравшись из болота на твердую землю, танк полным ходом помчался между кустами береговой полосы, догнал свою пехоту, вместе с ней начал преследовать куда-то бежавших солдат немецкого боевого охранения, истребляя их огнем пулеметов. Пересек реку, выбрался в кустарник правого берега и вместе с саперами, извлекавшими здесь оставшиеся мины, остановился. Наша артиллерия так основательно перепахала немецкий передний край, что проходы сквозь минные поля и береговые укрепления не потребовали больших усилий. Но бой за реку Мгу по всей линии фронта наступления был все-таки очень тяжелым. Длился без перерыва он до вечера. Немцы не раз переходили в контратаки, но сбить наших бойцов, занятого ими берега, все-таки не смогли. Барышев и трое членов его экипажа ночевали среди бревен полураздавленные танком землянки. Конечно, спать в ту ночь не пришлось. Вместе с командиром роты, заменившим убитых в бою комбата и его комиссара, они пытались выяснить обстановку. Рации в роте не было, ее утопили при переправе. Посылали связных, но соседи тоже толком ничего не знали. Понятно было только то, что река Мга форсирована повсюду, а виняголова не взята. Как выяснится позже, не достигнув успеха в боях за село, по приказу командования основные части отошли обратно за Мгу. И еще было ясно, что потери как у противника, так и у нас велики, потому что воевать в жидкой снежной каше в болоте и в трясине очень трудно. Единственное преимущество было в том, что осколки мин и снарядов, разлетаясь в болотной жижи, поражали гораздо хуже, чем если бы люди передвигались по твердой почве. Но зато много наших бойцов потонуло в трясине. На следующее утро Барышев повел свой единственный уцелевший на этом участке фронта танк к немецким оборонительным линиям по просеке в лесу. Две роты батальона сначала двинулись было за танком. Но едва шум двигателя донесся до противника, как тот открыл огонь вдоль просеки из двух пулеметов и противотанкового орудия. В первую минуту, когда Барышев вывел машину прямо под огонь пушки, немцы опешили, увидев перед собой не советский, а свой средний немецкий танк с выведенным на борту черным квадратным крестом на белом фоне. Танк развернулся к ним бортом и въехал на накат вражеского блиндажа. Это был тот момент, когда расчет противотанковой пушки мог дать снаряд, но немцы растерялись, а Барышев успел рвануться влево по траншее, раздавил автоматчиков и вышел из сектора обстрела пушки. Затем повернул вправо, пересек следующую траншею и, проскочив еще три линии траншей, вырвался на ровное место, продолжая свой путь. Танк оказался позади немцев. Все поняли это, потому что пули стучали теперь по броне с задней стороны танка, а разрывы гранат прекратились. Танк проскочил еще метров триста, потом Барышев приоткрыл люк, глянул в образовавшуюся щель и увидел перед собой широкую дорогу. Немцев вокруг не было видно, а сзади доносился шум ожесточенного боя. Ну а затем все пошло очень размеренно и спокойно. Танк вновь ломая и поднимая чащу, приблизился к немцам с тыла. Как усмехаясь рассказывал сам Николай Иванович, действовали мы тогда расчетливо, точно даже весело. Толя Беляев вел танк исключительно хорошо. На своих машинах немцы по таким лесам и болотам не ездят. А тут в наших руках она не знала преград, ни леса, ни болота, ни пней, ни глубокого снега. Несмотря на то, что гусеницы и вся ходовая часть очень слабые, несравненно слабее ходовых частей любого нашего танка. Немцы очевидно рассчитывали здесь ездить по таким же дорогам, какие у них там в Германии. Азубахин в своем боевом крещении заряжающий показал себя мастером. Он несколько раз разбирал и собирал пулеметы во время боя. За полминуты проделывало это на удивление всем нам. И потому мы в бою почти непрерывно вели огонь. Из пулемета стрелял Иван Фомич Расторгуев. И хорошо стрелял. А вот когда немецкая пехота сидела на танке, мы не могли сделать ни одного выстрела. Они закрыли бы триплексы, и мы оказались бы слепыми. Да и нечем было, кроме последних осколочных. Ну спать нам почти не пришлось, бои вели круглосуточные. Еда, был у нас НЗ на трое суток. Да у немцев потом брали. Рейд танка Барышева по тылам врага продолжался пять суток. Позже было определено, что танком и частично пехотой его сопровождавшей уничтожено 230 солдат и пять офицеров противника. Разбита одна батарея противотанковых орудий, состоявшая из четырех пушек. Уничтожена 21 пулеметная точка, захвачено 10 пулеметов, сожжено три пулеметных дзота, уничтожен десяток землянок и блиндажей. Подбит один немецкий танк, захвачена и уничтожена радиостанция. Взорван склад боеприпасов, из которого танк Барышева трижды пополнял свои запасы. 12 апреля, поняв, что общее наступление оказалось безуспешным, Барышев принял решение возвращаться. Ведя машину через редкий лесок, механик лавировал между пнями так искусно, что немцы, чьи танкисты водили свои машины всегда только по дорогам да просекам, увидев свой лихо ломающий деревья танк, повылазили из блиндажей, хлопая в ладоши, смеясь, побежали к танку. Некоторые залезли на броню, копались в багажных ящиках, и только тупость врагов могла заставить их думать, что лежавшие в ящиках вещи, полушубки, валенки и гармонь – это трофейные, взятые экипажем танка у русских, с которыми эти танкисты, очевидно, где-то успели повоевать. Из немецкого танка, стоявшего правее, вылезли танкисты, приветливо махали руками смелому собрату и похлопывали свой танк по броне, давая понять, что скоро пойдут в атаку. В эту минуту Барышев думал, что у него уже нет бронебойных снарядов, и он не может уничтожить этот танк, и что бензин уже на исходе, и что немецкие пехотинцы, даже офицеры, стоят с разинутыми ртами, глядя, как их танк, выломав последние деревья, выбираясь на поляну, лавирует между пнями. Потом выбрали место, где пересечь реку, подняли над люком красный флаг и выскочили на советский берег. Так закончился необыкновенный рейд Барышева. Только теперь Николаю была оказана медицинская помощь, так как в первые же сутки рейда он был ранен осколком снаряда, но перевязанный наспех товарищами терпел боль. Вскоре Николай Барышев и Беляев были награждены орденами Красного Знамени, а остальные члены экипажа – медалями за отвагу. В январе 1943 года Николаю Барышеву пришлось обуздать первого захваченного в боях «Тигра». Немецкий тяжелый танк был захвачен в боях по прорыву блокады Ленинграда в районе Синявина. Так как эта машина была еще не знакома войскам Ленинградского и Волховского фронтов, Барышев, как специалист по трофейным танкам, был вызван из своего батальона. Он завел двигатель и вывел машину в Жихарева, погрузил на платформу и отправился с этим «Тигром» и с другими средними захваченными немецкими танками в глубокий тыл на полигон, где испытывал броню и остальные характеристики захваченных танков.